Соединение азота в водоемах, обусловленные внешними источниками, преобразуется из одной формы в другую. Например, в течение первых часов после попадания навоза в воду обнаруживается повышенное содержание катионов аммония. Потом катионная аммония переходит в нитриты, неустойчивую форму, и затем почти сразу в нитраты. Таким образом, нитраты – это накопительная характеристика. Ее определение наиболее просто для общественных исследователей. Нитраты являются солями азотной кислоты. Повышенное содержание нитрат в воде может служить индикатором загрязнения водоема в результате распространения фекальных либо химических загрязнений, бытовых, сельскохозяйственных, промышленных. Многие минеральные удобрения содержат нитраты, которые при избыточном или нерациональном внесении в почву приводят к загрязнению водоемов. Источниками загрязнения вод нитратами являются также поверхностные стойки спастбич, скотных дворов, малышных ферм и т.д. Нитраты ускоряют афтерификацию водоемов, стимулируют массовое развитие водной растительности, в первую очередь, сине-зеленых водорослей. Тест-комплект «Крисмос» по определению pH, общей жесткости и аммония подходит для использования в полевых условиях. И давайте посмотрим, что у него внутри. Так, собственно, здесь есть паспорт комплекта. И все необходимые реактивы. Также склячки, пипетки, ложечки. Стоит обратить внимание, что здесь есть удобная инструкция, по которой, в принципе, понятно все, как делать. Даже новичок должен справиться. Далее мы с вами проведем определение концентрации ионов аммония. Для этого нам понадобится снова мерная пробирочка, ложечка или шпатель, шкала, соответственно, калориметрическая. Далее сегнетовая соль и реактив Неслера. Значит, пробирку, опять же, нужно 2-3 раза ополоснуть уже анализируемой водой. Это я уже сделала. Необходимо до меточки 5 мл набрать воды. Так, до меточки 5 мл набрали воды. Теперь нужно добавить туда 0,01 г сегнетовой соли. Берем несколько кристаллов сегнетовой соли. Добавляем. И добавляем еще сейчас конкретно 8 капель реактива Неслера. Для этого у нас вот такая вот пипеточка. Берем нашу пробирку и добавляем 8 капель. Закроем пипетку, чтобы ее встряхнуть. Перемешать стряхивание. И нужно отложить ее на 1-2 минуты для того, чтобы появился цвет, соответственно, произошла реакция. И можно определять цвет, соответственно, концентрацию ионов аммония. Для этого пробирку точно так же нужно поднести к шкале, к белому фону на расстояние примерно на 1 см. То есть не совсем прикладывать, но чуть-чуть. Видно, что интенсивного желтого цвета здесь нет, что, конечно, хорошо. Но, скорее всего, это киноль. То есть концентрация ионов аммония близка к нулю или ионы аммония отсутствуют. Присутствие ионов аммония в воде обычно свидетельствует о том, что есть свежее загрязнение от бытовых сточных вод, либо от сельского хозяйства. Далее, конечно же, мы воду выливаем, проверку ополаскиваем несколько раз. Сейчас мы будем определять содержание нитратов с помощью тест-полосок. У нас есть три образца. Проверим в каждом из них. Тест-полоски должны храниться в холодильнике. По одной штуке хранится в упаковке, в герметичной упаковке фольгированной, для того, чтобы они не взаимодействовали с воздухом, потому что идет насыщение азотом из воздуха. Поэтому открывается только в момент исследования. Здесь есть красная меточка, по которой делается надрыв. И аккуратно достается полоска. На полоске есть два квадратика. Нижний будет показывать содержание нитратов. Верхнее содержание нитритов. Ну, наличие нитритов, потому что шкалы для литритов нет. Это качественный метод, он показывает наличие. А нитраты определяются уже более конкретно. Опускаем на одну секунду. И далее нужно встряхнуть полоску и оставить на 30 секунд. Обычно в полевых условиях, в проточных водоемах, особенно если идет исследование, квадратик, который показывает нитриты, не меняется. То есть цвет не изменяется. В данном случае образцы, которые хранятся в холодильнике, но в них происходят какие-то реакции. То есть, скорее всего, нитраты переходят в аммоний. И наоборот, видно, что верхний квадратик темнее, чем здесь. Скорее всего, в данном диапазоне от 50 до 100. То есть, так как метод качественный, важно указать диапазон. 50 до 100 мг на литр нитритонов. Такие полоски удобно использовать для определения нитратов в питьевой воде. Это в колодцах, скважинах, ледниках. На шкале есть небольшое описание, где сказано, что концентрация нитратов в питьевой воде должна не превышать 45 мг на литр. Постоянное потребление воды с нитратами опасно для здоровья. Берем вторую полоску. И исследуем второй образец. Опускаем на одну секунду. Вот, стряхнем. И оставим на полминутки. Прикладываем к шкале. Вот, смотрим на диапазон от 50 до 100. И от 100 до 250. Ну, как визуально можно увидеть, даже если сравнить с той полоской, которую мы только что использовали. Вообще лучше сравнивать, конечно, сразу же по прохождению 30 секунд, потому что потом идет насыщение азота из воздуха. Но даже вот эта полоска еще не успела насытиться. Мы смотрим, да, что наш второй образец окрасился, вот наша полоска из второго образца окрасилась более темным. Сейчас. То есть это, скорее всего, диапазон от 100 до 250 мг на литр. Еще обратите внимание, что на данной полоске квадратик, который должен показывать нитрит, окрасился. То есть содержание, какое-то содержание нитритов есть в данном образце. Это означает, что идет реакция переходная из нитратов в аммоне. Исследуем третий образец. Также осторожно достаем полоску. Опускаем на одну секунду. Стряхиваем. И ждем. Можно обратить внимание, как интенсивно окрасился квадратик. То есть, скорее, это соответствует более темной отметке на шкале. Пишем также диапазон от 250 до 500 мг на литр. Эти методы можно определить с содержанием нитратов, но концентрацию лучше указывать примерно. Данные полоски показывают обычно чуть большую концентрацию, чем определяется затем лабораторно, если также оставать воду на анализ лабораторию. То есть, если, допустим, здесь сейчас показывается 250-500 мг на литр, лабораторно, скорее всего, будет на одно деление меньше. То есть, где-то от 100 до 250 будет показана. Ну, более конкретная отметка, но в данном диапазоне. И вот наоборот, да, если показана такая концентрация, то, скорее всего, по факту она почти в два раза меньше. Ну, то есть, на одно деление меньше. Давайте теперь сравним наши полосочки. В первом образце у нас обнаружены нитриты, квадратика красился. И концентрация нитратов различается от 50 до 100, от 100 до 250 и от 250 до 500 мг на литр. Любая из этих концентраций уже по данным полоскам, если смотреть, да, она неприемлема для питья. То есть, если в воде содержится такое количество нитратов, выше 45 мг на литр, то ее пить нельзя. Субтитры создавал DimaTorzok